Ратмир, добрый вечер! Поздравляю тебя с нашим профессиональным праздником и в целом всех причастных к СМИ. И, конечно, сегодня мы обсудим с моими коллегами по цеху, упирая микрофона, четвертую власть. Как устроены СМИ, какие проблемы имеются и, самое главное, какое будущее у средств массовой информации. Меня зовут Сергей Гергель, вы смотрите ток-шоу «Итоги» и мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специально 10 мая. Затем вплоть до 2012-го его праздновали в последнее воскресенье июня и назывался он День печати и радио и телевидения. С 2012-го уже стали отмечать 28 июня. Название также претерпело изменения. С того момента это уже День работников связи и информации. А 25 июня 2019 года, простите, постановлением правительства был учрежден День работников средств массовой информации. Однако дата осталась прежняя – 28 июня. В общем, такой краткий ликбез об истории нашего профессионального праздника. В общем, сегодня в этой студии говорим только о СМИ. От вас, уважаемые телезрители, ждем поздравления в наш адрес. Не стесняйтесь, пишитесь, дозванивайтесь. Нам будет очень приятно услышать добрые слова поддержки. Ну а если есть вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Жду вас в прямом эфире и заранее благодарю за поздравления. Я же представляю наших сегодняшних гостей. У нас в студии Вакатгуль Бурбаева, исполнительный директор общественного объединения «Казахстанская медиасеть» и заместитель главного редактора «Юллирда.Инфо». Ардак Мауина, шеф-редактор аналитической программы «Житы Кун», телеканала «Хабар» и «Аксулу Сангали», руководитель коммуникационного пиар-агентства. Вам всем добрый вечер. С праздником вас. Спасибо, что пришли, нашли время в этот день посетить нашу студию. Ардак, я вас, во-первых, поздравляю. Спасибо большое. Буквально вот с минуты на минуту мне сказали, что «Житы Кун» взял «Тумар». С чем, собственно, поздравляю. Я просто, если честно, очень счастлива за нашу команду и в целом за наш телеканал «Хабар», за то, что мы победили в номинации «Лучшая аналитическая программа». На самом деле мы уже второй раз подавали себя на эту премию. В прошлом году нам, увы, не повезло, но вот в этом году удача оказалась на нашей стороне и нас признали лучшими. Мы очень рады. И я сейчас на эмоциях. Коллеги мои до сих пор на премии и пишут о том, что просто не верят в то, что победили. И я прекрасно понимаю чувство своих коллег, потому что программа «Житы Кун», она на самом деле уже существует, если я не ошибаюсь, 28 лет. И это на самом деле для нас такая престижная награда. Все равно, как говорится, внимания лишним никогда не бывает. И то, что мы получили признание, мы прям просто очень-очень счастливы. Поздравляем. Ну что ж, еще раз поздравляю. Спасибо большое. И вас, и ваших коллег. Замечательные награды. Я знаю, было тяжело. Я знаю, что вы там сейчас сидели на Тумаре. Мы вас выдернули, чтобы вы пришли к нам на эфир. За это прошу прощения. Тем не менее, сегодня наш праздник, поэтому все поздравления будут звучать в наш адрес. Кто будет нам писать, либо же дозваниваться. Надеюсь, с хорошими пожеланиями. Давайте начнем с таких провокационных вопросов. Давайте. Вот нас называют четвертой властью. И, собственно, не зря. Я знаю, что даже по итогам нашей передачи были приняты важные решения. То есть, после того, как завершился эфир, меняли решение. Мы влияем на что-то как-то. Вот так вот будем говорить. Обтекаемо. Я бы хотел спросить у вас. Как часто вы в своей профессии пользовались своими служебными правами? Возможностями, правами? Да. Вы знаете, я как раз на днях хотела своим коллегам молодым рассказать, что когда я пришла в журналистику, это было в далеком 1995 году, я никогда не забуду случаи, когда он впечатлил меня и вдохновил на всю жизнь. Журналистика, она вносит изменения в жизнь обыкновенных людей. Моя статья посвящена была тому, что на одной из улиц отдаленного маленького города у бабушки не было воды. Именно почему-то на этой улице не было воды. Мои публикации, как капли воды в камень, выточили, и наконец-то решение было принято. Нашли средства и проложили ей туда водопровод. Когда я видела слезы этой бабушки, вот это впечатление навсегда остается, потому что реально мы каждый день с вами любой нашей информации подготовленной, достоверной, настоящей, полезной, нужной, изменяем жизнь. Люди не всегда верят тому, что журналисты очень нужны и очень важны, потому что им кажется, что информация сама по себе вот так приходит и приходит. На самом деле, вы сами все прекрасно знаете, но за этим стоит огромный труд. Да. Арлак. Вот взять, если из последних наших материалов, которые непосредственно проходили в программе, даже вот элементарно тема вакцинации, которая вот стартует у нас в сентябре, вакцинация против вируса папиллома человека. Мы там прям буквально, я не знаю, на пальцах, наверное, рассказали о том, насколько важно получать прививку. И многие комментарии, которые у нас уже были, мы смотрели уже на площадке YouTube, когда выставили этот материал, и многие комментарии были такие, что многие даже не знали, зачем эта вакцинация вообще нужна элементарно. И многие даже не понимали, что, оказывается, это обычная просто прививка может спасти человек от такой смертельной болезни. То есть я считаю, что иногда, показывая даже какие-то элементарные вещи, мы тоже вносим свой вклад, и люди как-то просвещаются, так скажем. Конечно, я до этого работала и на других телеканалах, совсем с другим направлением. Там тоже были ситуации, когда приходили к нам в редакцию и обращались люди, у которых нет ни жилья, хотя им положено по закону. Где-то неправильно, может быть, суд вынес решение, и тоже они обращались в редакцию, и тоже нам приходилось освещать эту тему. Или же они там подвергались, так скажем, уловкам мошенников, и тоже не могли понять, как им в итоге выкрутиться из этой ситуации. И тоже приходилось вмешиваться. Очень много таких историй. И я считаю, что мы каким-то образом вносим какой-то свой вклад, даем, наверное, возможность высказаться людям, показать, как иногда ситуация может сложиться. А в своих личных целях? А, в личных целях? Да, в личных. Вы знаете, Сергей... Приходилось кому-то корочку показывать. Вы знаете, у меня есть такая какая-то, я не знаю, это барьера, или это какой-то внутренний кодекс, наверное, свой. Я не могу почему-то пользоваться, так скажем, в личных целях. У меня такое ощущение, что таким образом я потеряю доверие, наверное, даже того человека, к которому я обращусь. И наверняка он мне поможет, но зная о том, что я так поступаю, какое мнение может у него сложиться в целом о журналисте. Поэтому я стараюсь все решать справедливо, правильно. Если, допустим, я водитель, если меня останавливают, и я говорю, хорошо, выписывайте штраф, я лучше заплачу, если я нарушила. То есть, а воспользоваться корочкой или что-то говорить, мне кажется, нет. Это не совсем правильно. Да, мы обычно это делаем ради других людей, когда мы включаем в себя на полную мощность журналиста и защищаем чьи-то интересы, чьи-то, но свои мы не умеем. Почему журналисты сегодня и сами нуждаются в определенной защите? Наверное, мне не даст собрать наши присутствующие здесь депутаты. Давайте я представлю нашего внештатного корреспондента, Екатерину Смышляеву. Конечно, это шутка. Депутат Мажелиса Парламента Казахстана. Екатерина Васильевна, спасибо вам, что вы пришли. Я сейчас не зря сказал о том, что вы наш внештатный корреспондент. Мы так с вами хорошо отработали паводки. Одну программу я очень хорошо помню, когда вышли, отпрямились так, можно сказать, даже получше некоторых наших журналистов. Не в обиду никому, но более профессионально. За это вам большое спасибо. И вот, кстати, девочки, вам цветы от нашей программы, от нашего телеканала, от агентства. Большое вам спасибо. Вы тоже причастны. Сергей, да, я, по-моему, здесь единственный нежурналист, наверное, сегодня, поэтому... Ну как вот, я уже отрисовал, как не штатно. Серьезно? Ну все, тогда считается. Ну, школа итогов, знаете. Уже на программе настолько, в общем-то, натренировались, что можно и в эфир с региона выходить вполне себе свободно. Коллеги, ну, пользуясь случаем, хочу сегодня поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо. На самом деле, наверное, ни одна профессия в наш информационный век не состоялась бы без хорошей журналистики. Потому что о подвигах, о достижениях, профессиональных достижениях никто бы попросту не знал. Знал бы узкий круг. А у нас сейчас девальвация многих вещей очень быстро происходит. И во многом благодаря именно профессиональной журналистике сегодня хорошее – это хорошее. Плохое – это плохое. Поэтому вам огромное спасибо. Нелегкий труд, принципиальный труд. Но я думаю, что уверена, что в студии сегодня самые принципиальные, самые профессиональные журналисты, которые говорят о себе. Но я, видимо, буду говорить о вас. Спасибо вам большое за такую хорошую оценку. Ульдарик. Меня зовут Ахсул. Да, ничего страшного. Я, наверное, пришла, я всегда в детстве мечтала быть журналистом, отучилась и работала. И вы знаете, я… Вот ваш вопрос, то, что показывала я корочку или нет, оказывается, никогда нет и не приходилось. И на этом спасибо большое. Но, знаете, самое интересное, что сейчас, работая в сфере коммуникации, я бы, наоборот, сказала бы, что не показывать это как раз таки больше именно показывает уровень журналистики, уровень нашего, вот как раз таки, журналистов нашей страны. Еще также хочу добавить, что вот как раз мы сегодня обсуждали по поводу, что наши журналисты не защищенные. Когда это вы обсуждали? Вот мы только что об этом говорили. А, это за кулисами, да? Сегодня… Вне рамках программы еще. Ну, хорошо, давайте мы это все обсуждим. И я хотела бы как раз таки отметить, что в законе масс-медиа, наверное, впервые включили пункт о том, именно о защите журналистов. Это еще раз, да, о особым статусе. Это еще раз доказывает про то, что наши журналисты нашей страны уже могут гордиться этим. Ну, я хочу отметить, что, в принципе, в последние годы нашего брата не обижают, а наоборот. Всячески поощряют. Это очень приятно, это стало очень заметно. То есть нам дарят подарки, нам дарят квартиры, нам дарят что-то еще, то есть грамоты, благодарственные письма, оценивают наш труд. Но самое главное для вас, как для журналистов, что для вас оценка профессионализма? Вы знаете, если вы про сегодняшний день, я про 364 других дня в году хочу сказать, что порой с журналистом бывает сложно. И как раз таки из-за отсутствия корочек и аккредитации в том числе. Например, при упоминании статуса журналистов, хочу всем напомнить, пользуясь случаем, что в законе прописано, и у нас такие же практически полномочия, как у полицейских, кроме задержания преступников. Все остальное мы также имеем право делать. Зайти в любое учреждение, если это требует цель нашего материала. Зайти, кроме тех, которые особо охраняемы и отмечены в законе, как объекты стратегического назначения. Но коммерческие предприятия и все другие, которые обычно делают своей привычкой, выставляют журналистов за дверь, говорят, это моя частная собственность, они не имеют на это права на самом деле. По закону, журналист, если пришел, следовательно, у него есть какая-то цель. Он ищет правду. Дайте ему эту правду найти и показать. Что касается... Оценки. Оценки. Между прочим, я хочу оттолкнуться от слов Касанжа Мартемельевича Такаева. Почему? Потому что он несколько раз это повторял в последние дни, о том, что журналисты, и в законе несколько раз, кстати, три раза отмечено, что мы должны информацию проверять, достоверность журналистики, борьба с дезинформацией. Вот на сегодняшний день то, о чем вы говорили, обычно журналистов не обижают. И если кто-то обижает, сегодня в информационном поле, это чаще всего тем, что публикуют непроверенную информацию, публикуют очень часто частную информацию. И очень часто люди сами виноваты в том, что о них информация в открытом пространстве существует. Поэтому здесь Касанжа Мартемельевич отметил правильно, что информационная грамотность и медийная грамотность это одна из целей движения, к чему мы должны прийти. Не только каждый журналист должен следить за тем, что он публикует, но и каждый пользователь. Это же, по-моему, азы журналистики, верификация информации. Конечно. И азы сегодня каждого гражданина, живущего в информационный век. это медиаграмотность. И вот эту вот медиаграмотность мы должны сегодня с вами воспитывать. И спасибо нашим коллегам, которые успевают таки рассказывать о медиаграмотности на своих страницах. Оценки. Что для вас важно? Для меня очень важно, чтобы сегодня журналисты знали о своих правах, чтобы и общество знало о том, на что имеют право журналисты. Оценка. Наши коллеги сегодня, я думаю, готовы к тому, чтобы эти изменения происходили. Не буду ставить оценку за вчера, но на будущее мы должны постараться на все 100%. Я примерно расскажу. То есть для меня какая оценка? То есть для моей работы? Это, естественно, рейтинги. То есть когда ты смотришь на рейтинги и какие-то там нулевые цифры, начинается негативный эмоциональный шторм. То есть с этим справится очень тяжело, потому что ты думаешь о том, что программа не прошла, никто не смотрел, то есть сделана работа плохо, некачественно, и она никому не была нужна. То есть вот с этим очень тяжело справиться. И когда телезритель смотрит нашу программу, то есть он голосует кнопкой на телевизоре, мы это видим по рейтингам. Вот это вот всегда нас радует. На самом деле это не все зрители голосуют, и рейтинги делаются выборочно. Поэтому то, что вы видите оценку, она не достоверная. Ну для меня это важно. Я понимаю, но вы, пожалуйста, всегда помните. Я понимаю, что это субъективное мнение может быть, и субъективные цифры точно так же. Журналисты работают не на рейтинге, журналисты работают ради того, чтобы эта информация достоверная дошла, и у людей была возможность узнать о ней. А сколько нам за это с вами поставят баллов, это вторая цель. Не наша, а маркетологов и так далее. А журналисты работают над созданием правильного контента. Можно говорить тысячи слов, а можно сказать одно слово, которое услышат все. А можно говорить тысячи слов, но которые не будут слышать. Ну хайповать-то нельзя. А еще я хочу добавить по поводу того, что, да, конечно, рейтинги, но есть еще второй момент, донесение информации до той целевой аудитории, куда мы хотим. Это безусловно. Если мы говорим о том, что нам нужно решить этот вопрос, например, да, мы говорим о том, что если это будут миллионные просмотры и ничего не решится, это тоже может быть очень хорошим показателем и хорошим оценкой. Ну, для меня, наверное, тоже, конечно, рейтинги играют немаловажную роль. Потому что работа сделана не впустую. Да, но я тоже, знаете, в последнее время уже отошла от этого всего и понимаю, что иногда одну и ту же информацию нужно, наверное, повторять несколько раз. И тут уже неважно, посмотрели ее 10 человек или же там 100 тысяч человек. То есть ее нужно все равно повторять и повторять. Для меня, наверное, сейчас оценка, я вот сейчас задумалась над вашим вопросом. Это когда вот мы, вот мои коллеги, наша команда в целом, когда готовят какой-то материал и мы обращаемся, допустим, в те же самые госорганы, обращаемся часто к депутатам за комментарием. И меня радует, когда все как-то реагируют открыто. Говорят, да, конечно, я готов ответить на ваши вопросы. Конечно, я могу вам разъяснить какую-то ситуацию. Вот это для меня, просто, вы знаете, я очень счастлива в этот момент. Потому что многие иногда, бывает, закрываются. Да, потому что невозможно проверить информацию, если от тебя закрывают ее. Да, и в этот момент уже иногда думаешь... То есть приходится выдавать какие-то вот домыслы. Да, и в этот момент, на самом деле, я иногда думаю, а для чего мы тогда, если никто не хочет особо выходить с нами на связь и что-то говорить. В этот момент у меня возникают сомнения. А рейтинги, естественно, они уже тоже в этой группе, так скажем. Я очень напомню, как раз мы выделили у депутата, у сенатора Жексимбай, Бибигуль, и разговор зашел о том, как региональные СМИ развиваются. И вот, кстати, по оценке, там один наш коллег, по-моему, из Тараза сказал замечательную мысль. Говорит, почему наши акимы, чтобы показать свою работу, публикуют о себе информацию в этих рейтинговых, республиканских, очень массовых, просматриваемых, имеющих там 200 тысяч на одном этом просмотров материала, а не в региональных, там, где люди сидят и ждут целевая аудитория у него в регионе. Почему они делают так? И на самом деле это для страны огромная загадка. Зачем сегодня все пытаются пропиариться, а не показать свою работу там, на месте, где они ее делают? Люди должны понимать, что это для них сделано, и суметь оценить, как она сделана. А это не нужно всем двум миллионам подписчиков, например, какого-то республиканского здания. Я вам даже скажу еще больше. На самом деле это очень большая ошибка, когда выходить больше на республиканские СМИ, нежели чем оригинальные. Есть, кроме рейтингов, мониторингов и аналит, есть еще второй момент, когда измеряется уровень доверия населения. Тогда, как показывает в целом статистика, как показывают наши анализы, на самом деле уровень доверия в региональные, например, СМИ, телеканалы, газеты и журналы намного выше, нежели чем республиканские. И мы, когда проводили опрос, мы спрашивали, нам отвечали, вы знаете, я знаю этого журналиста, я знаю этот телеканал, и у меня больше доверия именно сюда, нежели какие-то другие республиканские СМИ. Ваша оценка работы отечественных СМИ, в частности, ток-шоу «Итоги». Я хочу сказать, что сейчас, наверное, вообще с оценками очень непросто. И методологию рейтингов, наверное, нам серьезно стоит пересмотреть. Потому что сегодняшний таргет, который работает в тех же самых социальных сетях, и так далее, он, конечно, на голову выше в плане инструментов накрутки, распространения, доведения, чем, скажем, обычная телепередача, у которой рейтинг строится по голосованию телезрителей. Но это просто, на самом деле, две разные вещи. И это не говорит ни в коем случае о низкой рейтинге передачи. Вот если вы посмотрите, как вас нарезали в ТикТоке, условно говоря, или в Инстаграме, кусочки итогов, то если собрать все эти лайки, вы получите гигантский рейтинг. Но ведь как бы этой же вещи не учитывается, понимаете? И самое главное, не учитывается в данном случае целостности контента, который выдает аналитическая программа, или который выдает какая-то сиюминутная новость. Вот сегодняшняя журналистика, профессиональная журналистика, она живет вот в эпоху вот этого контентного штурма, когда человек-новость, когда какой-то зарегистрированный аккаунт-новость, да? И когда на уровне профессиональных вот этих вот труднозатратных, профессиональных, принципиальных материалов идет огромный поток сиюминутных новостей. Вот клиповое мышление, да? То есть новость определенного размера, да? И вот она как бы идет, и вот она белькает, она запоминается, она набирает рейтинги. А смысловые вещи все тяжелее и тяжелее воспринимаются. И на самом деле, ну, мне как потребителю этой информации очень не хватает вот фундаментальной журналистики, которая дает раскрытие темы, раскрытие сюжета. Это и газетные варианты. То есть, допустим, информагентство при всех попытках все равно, когда ты крутишь ролик мышки, ты долго его крутить не будешь. Все-таки статья – это статья, да? Интервью – это интервью, если оно развернуто. Оно раскрывает тему. Нужно 25 государственных органов, там, депутатов и так далее обзвонить, взять мнение. Нужно самим перелопать литературу. Ну, или выдать новость. Вот записать ее просто на смартфон и запустить ее на таргет. Это разные вещи. Поэтому, оценивая итоги, я хочу сказать, Сергей, вы действительно программа аналитическая. У вас всегда несколько мнений. Иногда полярных, иногда неполярных, но всегда экспертных. Поэтому я думаю, что как раз в итоге это пример классической, фундаментальной журналистики, на которой держатся сегодняшние, наверное, СМИ во многом. И чем они профессионально отличаются от иных информационных источников, которые сегодня с ними конкурируют. Поэтому единственное, что я думаю, наверное, работать сегодня нужно не только над повышением профессиональных журналистов и так далее, нужно еще и над читателями очень сильно работать. Говорите про итоги. Все время. Все время про итоги. Ну, я про что? Про наше восприятие, про читателя, над ним тоже, смотрящего, читающего. Абсолютно. Тоже нужно работать. Но у нас совершенно на сегодняшний день нарушена культура вот это информационное, информационное восприятие. Мы готовы все подряд поглощать. Это вот как раз по ходу, да? По ходу, да? Да. Постоянно быть в каком-то информационном потоке, неважно каком. Да, да. И в этом плане вообще роль СМИ, она большая. Вот. В том плане, что, наверное, сейчас нам чаще всего приходится работать именно над тем, чтобы говорить, что правда, а что фейк. Это, по-моему, такой 21 век, век цифровизации, когда вот верификация информации становится очень важной. Сейчас новости, тем более с развитием искусственного интеллекта, да, когда это можно все подделать, голос подделать, изображение подделать. Запросто. То есть вот здесь становится роль СМИ архиважной, на мой взгляд. Совершенно. Мне кажется, это еще и как раз таки, наоборот, доверие именно на официальные телеканалы, на официальные СМИ, оно наоборот повысится. Здесь я немножечко хочу не согласиться тем, что вот как раз мы ушли на клипы. Нет, нет. Мы ушли про клиповое мышление. Несколько лет назад на международном медиафоруме мы обсуждали по поводу того, что газеты будут жить или нет, телеканалы умирают или нет, сетюбом и так далее. Тогда эксперт телеканала CNN, он озвучил очень интересную идею. И он говорит, мы когда отправляем журналиста на поле, например, делать сюжеты какие, мы обязательно туда отправляем еще одного человека. И мы создаем сами того же человека, как вы говорили, медиаперсону, которая там вместо событий будет вещать про это. И тогда какие-то распространения фейковых новостей, да, фейк, как мы обычно говорим, оно намного ниже. Потому что этого человека, сам телеканал, само смир, оно выращивает именно эту персону. Весь телеканал работает на этого человека в том числе. И тогда не других людей, а именно этого журналиста будут смотреть, трансляции его будут смотреть и будут меньше, скажем так, распространения ложной информации. И очень сейчас, как показывает статистика, даже на YouTube канале, с повышением вообще интереса на всякие разные подкасты, хронометражом даже на 2 часа, полтора часа, именно аналитические, в том числе, итоги, да, они смотрели до конца. На самом деле они очень выросли. Сейчас тенденция показывает то, что такие вот маленькие, короткие, как обычно говорят, да, видосы, они становятся меньше просматриваемыми, нежели чем вот более серьезные. У людей уже есть запрос на аналитику. Ну, честно говоря, это как, знаете, когда плывешь-плывешь, устал, да, вот в этом потоке, и тут какая-то точка опоры появляется. Вышла какая-то информация, которая действительно аналитику дает, и тут начинается. Поэтому, да, действительно, я соглашусь, запрос есть. Я проклипываю мышление немножко в другом контексте. Оно сейчас формируется благодаря, ну, даже мы, наверное, уже это миновали этот риск, да, при всей нашей там любви к каким-то, как вы говорите, видосикам, да. В любом случае мы от этого зависимость уже не получим. Но подрастающее поколение, растущее вот сейчас на новой, как бы, будем так говорить, парадигме, да, вот там есть риски определенные. Неумение воспринимать длинные тексты, смотреть что-то очень длинное. Абсолютно верно. И держать тему самое главное, и держать внимание, концентрировать на это. Это уже психологи даже говорят, что сегодняшние гаджеты в руках детей, они к этому ведут. Вот с этим читателем нам придется поработать. А взрослый читатель, я думаю, что мою, как бы, ностальгию по хорошим аналитическим большим материалам, ее разделяет очень много людей. Согласна. Вот эти, когда тоже говорят, что вот телевидение умирает, что скоро оно умрет совсем, то есть я всегда отвечаю так, что вряд ли оно умрет. Трансформируется – да. Умереть – нет. И в итоге хотела добавить про клиповое мышление. На самом деле было сделано хорошее такое направление, чтобы о медиаграмотности и детям, которые сейчас очень маленькие в школу идут, вот с маленького возраста начать рассказывать, как потреблять информацию, что нужно ее делить на правильную, то есть на нужную, ненужную и вредную. И это если с раннего возраста делать, а так делают очень многие страны, потому что даже, наверное, в программе «Итоги» об этом когда-то уже расскажут, что это происходит в Канаде, в той же самой, в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании. Программы национальные. И у нас, кстати, президент не зря, что в прошлом году подписал доктрину об информационной безопасности, в которой он сказал в пункте третьем, как сейчас помню, что основа нашей информационной безопасности страны в медиа информационно-грамотных гражданах. И для этого нам нужно сейчас создавать условия, рассмотрите, пожалуйста, депутаты, что школы должны начать заниматься медиа-грамотностью детей, иначе действительно мы как бы не через каждый материал, если вы будете рассказывать, как потреблять информацию, и это правильно, но тем не менее дойти до каждого человека может сегодня только школа. На самом деле, да, это важно, потому что я считаю, что даже уже и взрослые поддаются тому, что не могут уже отличить, что правда, что неправда, поэтому уже у нас много и обманутых мошенниками людей, потому что вот буквально несколько дней назад ко мне позвонили и предложили урок пройти английского бесплатного в онлайн-платформе. Я согласилась и только потом задумалась, а что это за школа, начала искать их, позвонила к ним, говорю, а вы проводите такие онлайн-занятия? Они говорят, нет. И вы представляете, получается, это просто мошенники воспользовались тем, что назвали себя онлайн-школой, и предложили мне вот такой вариант. И, наверное, если бы... Казалось бы, да, вроде упадкованный человек. Да, если бы во мне не сыграло бы это сомнение какое-то внутреннее, то я, наверное, да, поверила бы источнику этому, да, о том, что вот есть такая возможность... Критическое мышление. Критическое мышление. Времени очень мало остается, к сожалению. Вот каким вы видите будущее средство массовой информации в Казахстане? Саморегулируемым, как сказано в новом законе МОСМИДИА. Там большинство ролей отводится в будущем саморегуляции. То есть все вопросы, которые у нас сегодня снимаются у профессиональной этики, у профессионализма, стандарта, которые мы с вами соблюдаем, это должны происходить внутри медиа-сообщества. Этика. Не только этика, но именно профстандарты. Они должны рассматриваться внутри медиа-сообщества, не где-то государственным органам. Хорошо, это определили, закрепили, но будущее какое у нас? Будущее за саморегулированием. Вот я вижу его вот в таком цвете. Это важно, кстати говоря. Мы сейчас в парламенте рассматриваем предложение по созданию профессиональных саморегулирований. Профессиональных СРО. Не ассоциативных, а профессиональных. Поэтому об этом будущем мы можем еще поговорить за пределами эфира. Я думаю, что действительно это так. Но я по понятной причине вижу будущую журналистику цифровой, но я вижу будущую журналистику человечной. Потому что заброс на человечность, учитывая сегодняшние технологии дипфейков, учитывая сегодняшнее дистанцирование и вот этот индивидуализм, который навязывается технологиями в мире во всем, не только у нас, он будет увеличивать запрос на человека. Сможет нас заменить искусственный интеллект? Не сможет. Точно не сможет. Потому что запрос будет другим. Да, я уверена. Мы голосуем за журналиста человечного. Итоги точно не заметили. Очень хороший комплимент. На самом деле я вижу будущее более свободным, независимым. И, скажем так, у нас очень, когда мы говорим про социальные сети, когда мы говорим про цифровизацию, когда мы говорим про искусственный интеллект, информация подается однобоко. Я вижу будущее журналистики, когда мы, как журналисты, даем разную информацию и говорим читателю, зрителю, решать ему. Я больше именно про свободу и про независимость. Да. Ну, я согласна со всеми вами. Вы, на самом деле, озвучили то, что я хотела бы сказать. И человечность, и то, что цифровое СМИ нас тоже ждет, и свободолюбивая, и открытая. Ну, я тоже за объективность, скорее всего, тоже за объективность, чтобы СМИ, оно было дальше более-более-более объективным, где учитывались бы мнения абсолютно разных сторон. И хотелось бы, чтобы, наверное, все-таки наши госорганы не боялись давать комментарии на абсолютно любые темы. Это пусть будут и негативные темы, пусть это будет и позитивные. Просто открыто выходили и говорили, хорошо, есть вопрос, я готов вам прокомментировать. Вот такую бы я журналистику с удовольствием мечтаю. Что нужно сделать, чтобы госорганы стали по-настоящему слышащими для нас? И говорящими. И говорящими. Простым таким языком человеческим. Если все так будут приходить, как вот Екатерина Васильевна к нам приходит, то есть настолько открыто, и который человек может любую поддержать беседу, бывает забегает в студию, мы о чем сегодня говорим? А, ну хорошо. То есть она даже не знает темы, но она пришла. Добрый, Сергей. И всегда поддерживает. То есть грамотный человек. За это вам большое спасибо. Вам, вас всех тоже. С праздником. Спасибо. Счастья вам, успехов, то есть креативных идей, ну и всего-всего самого лучшего. Спасибо. На этом все.